Вейкап, с вами Вова Кэс. Неужели Ивангай курит траву и несет бредятину в соцсетях? Алексей Навальный хейтит Дину Саеву. Слава Мерловна, давай поженимся. И неужели Фейс свел свои легендарные тату с лица? Все новые зрители, чтобы первыми узнавать лучшие новости, нажмите на колокольчик. Прямо сейчас подпишитесь. Все ставьте дизлайки и лайки. Приятного просмотра! Друзья, Новый год уже совсем не за горами. Пора бы задуматься о новогодних подарках. Поэтому хотел бы посоветовать вам сайт с офигенными сюрприз-коробками CrazyBox.net, на котором можно получить абсолютно любую, самую популярную технику уходящего 2020 года. На сайте появилась новогодняя коробка, из которой шанс получить iPhone 12 Pro, экшн-камеру GoPro Hero 9 и PlayStation 5 увеличен в 3 раза во время новогодних праздников. Также тут есть несколько коробок с телефонами. И если открыть, допустим, коробку смартфонов, то можно забрать себе какой-то крутой смартфон, заказывая доставку полученного приза. И жди смс-уведомления с твоего почтового отделения. Поэтому не стоит ждать подарка от кого-то. Сделай себе его сам. Ссылка на сайт будет в описании. В сети появился свежайший выпуск «Давай поженимся». Холостяком, как и предполагали, стал Славик Мерлоу. Компанию ему составил Моргенштерт. В конце программы Слава выбрал в жены японку Марину. Что скажете, как вам эта пара? Фейс выпустил новый клип и сильно удивил фанатов. В клипе рэпер предстал без татух. В комментариях Фейс написал, что тату он свел. Тем не менее, многие считают, что это грим. А по вашему мнению, как Фейс лучше? С татухами или без? Алексей Навальный неожиданно прокомментировал образ Дины Саевой. По его мнению, одежды на ней с каждым разом все меньше и меньше. И пора уже открыть сбор денег, чтобы ее одеть. Дину Саеву до сих пор хейтят за то, что она оглянет тело. Чего мусульманка категорически делать не должна. Тиктокершу осуждают родственники и другие мусульмане. Ну я правильно понимаю, что ты вообще никогда хиджаб не носила? Я носила, знаешь, как для фотографий или видео. Мама очень часто заставляла надевать всем хиджаб. У меня никогда не было такого, что я хочу надеть хиджаб. Я чувствую себя закрытой. Одни пишут, что человеку уровня Навального вообще не должно волновать, как одевается популярная тиктокерша. Другие же считают наоборот, что Алексей рофлит над людьми, которые в 21 веке стыдят девушку за фотку в ревчике. А как именно ты относишься к тому, что Дина не слушается семью и отказывается носить хиджаб? Каждый будет отвечать за свои грехи сам. И поэтому, когда осуждают или обсуждают, это уже сплетни. А сплетни это грех. Ивангай в последнее время, по мнению некоторых, ведет себя очень странно. Вначале он написал, что он самый лучший. Что все лидеры мнений и рэперы умрут. Но о нем не забудут. Затем Ваня признался, что спецслужбы России следили за ним. Подсылали агентов на проверку и даже запугивали. Якобы из-за этого он вернулся жить в Украину. Одни пишут, что у Ивангая поехала кукуха. Мол, он уже давно не лучший. Да и следить за ним никому не нужно. Другие же считают, что блогер так тонко рофлит. Также недавно он выставил сториз с пакетом, набитым чем-то похожим на траву. Кто-то думает, что это какие-то там ромашки, щебрицы. Ну, в общем, лекарственный сбор. А кто-то уверен, что Ивангай подсел на травку. Более того, многих пугает болезненная худоба блогера. Что скажете, с Ивангаем все норм и он просто угорает? Или у него какие-то, возможно, проблемы? Кто еще не подписан? Ну, чего вы ждете? Подписывайтесь, чтобы быть в курсе интереснейших новостей и не отставать от других. Жмите колокольчик, ставьте лайки и дизлайки, друзья. И, конечно же, пишите в комментариях здесь предыдущий выпуск. Обязательно к просмотру. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok